Начнем с положительных эмоций Игроки хорошо тренируются, хорошее настроение Есть травмированные, которые еще не вылечились Сегодня на сборы заезжаем Этот раз решили ехать из Баковки Ну вот такие наши новости Вы сказали, что Порту находится в очень сильной физической форме А вот Эдер сказал, что он готов выложиться на 200% Настолько важен для него этот матч Поощряете ли вы такую готовность игроков? Учитывая, что у вас тяжелый график впереди Конечно, поощряю Эмоции в матче играют очень и очень большую роль Может быть даже и самую большую Раз Эдер так хорошо готовится, значит Мы надеемся, он также и сыграет хорошо Тем более, что он игру чемпионата пропустил Порту действительно мне очень нравится Особенно, хоть они и проиграли этот матч с Бенфикой Но этот матч был очень и очень мощный С обеих сторон Молодая команда, очень агрессивная На мой взгляд, она в нашей группе самая сильная Вы отметили, что Порту является самой сильной командой в группе А вот какие бы стороны, самые мощные бы отметили у этой команды? На что стоит в первую очередь обратить внимание? Я уже сказал, хорошая мотивация, агрессивные команды Хорошая мотивация, очень агрессивные игроки в единоборствах Молодая достаточно команда Очень любит играть С флангов В этих позициях хорошие игроки, которые делают много обводок Ну, много очень положительных качеств, которые Мы постараемся блокировать, постараемся свои качества Перед своими болельщиками вывести на первый уровень Алексей, завтра все понимают, насколько важный матч Нет ли особого давления у тебя и у твоих партнеров по команде? Только атмосферное, Миша Я думаю, да, тот факт, что не выигрываем и не забивали пока Конечно же, никому неприятен и не нравится Но будем выходить на игру с хорошим настроем Играем дома при своих болельщиках И должны показать хороший футбол И, конечно же, забрать свои три очка И начать такой свой путь в Лиге чемпионов Учитывая турнирную ситуацию, Локомотиву завтра нужно в идеале выигрывать Для того, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов Это будет как-то сказываться именно на плане на игру? Постарайтесь с первых минут пойти в атаку Или, не отталкиваясь от турнирной ситуации, будете играть в свой стандартный футбол? Футбол иной раз зависит не только от твоей команды, какой мы играем Не только от своей команды, но и от соперников Но, в принципе, мы отталкиваемся от себя Мы прекрасно понимаем, что победа нам дает борьбу на дальнейший положительный исход Поэтому отсюда и будем делать тактику Будем настрой определенный игроков Будем какие-то позиции усиливать Особенно в атакующих действиях Юрий Павлович, вы, наверное, знаете, что FC Porto сейчас тоже имеет свои сложности Они потеряли очень важного игрока группы атаки Это Абубакар Поэтому вполне возможно, что у них игра будет строиться больше через другого нападающего Это Морега Как вы относитесь к этому и будут ли у вас какие-нибудь тактические хитрости? Абубакар не играет давно уже И получил, мы знаем, что достаточно серьезную травму Дай бог ему здоровья, чтобы быстрее выздоравливал Это действительно очень игрок высокого уровня, мощный Но, мне кажется, Морега играет достаточно Тоже неплохо Особенно уделять какому-то одному из игроков Мы никогда не уделяем Внимание Команде Мы обязательно Уделим как в тактическом плане, так и В других аспектах футбола Матч завтра начнется довольно поздно В 22.00 Вот, Юрий Павлович, создает ли это какие-то проблемы? Нравится ли вам такое позднее начало матча? Мне первое Да, да, вам Ну, во-первых, это не впервые Матчи Лиги Чемпионов, они и Кубка УИФа Они очень часто проводятся в достаточно позднее время Проблемы Но, наверное, мы поэтому сейчас разместились не в гостинице, а на базе На базе в гостинице очень сложно Наверное, провести какое-то утреннее занятие Потому что много людей и не выйдешь и не прогуляешься Поэтому мы остались на базе для того, чтобы утром игроки могли, по крайней мере, индивидуально провести какую-то разминку Это раз А проблемы, я думаю, особенно никаких нет проблем Чем позже, тем лучше Можно выспаться, подготовиться нормально, спокойно Нежели там, когда игры дневные Поэтому Никому, я думаю, не мешает Только в положительную сторону Знаете ли вы, кто является вратарем Порту? Да, конечно Икор Кассилиас И служит ли это лично для вас дополнительной мотивацией, чтобы забить такому именитому галкиперу? Спасибо Ну, конечно, приятно, когда против себя такой вратарь, на которого я смотрел всегда в Испании за Реал Мадрид Поэтому забивали уже именитым вратарям Поэтому, думаю, да, будет, конечно же, приятно Ну, думаю Забить Да Не то, чтобы меня лично просто в целом команду взять, главное забить, не важно, кто Вы знаете, что вам нужны три очка Это очень рискованная для вас игра На кону очень большие ставки Поэтому готовы ли вы пойти на риски и сыграть в рискованный футбол, результатом которого будет очень сильный фокус и ставка на результат? Я думаю, в каждом риске должен быть баланс Вот у нас будет баланс Баланс атаки и баланс обороны И вторая часть вопроса Какова роль Фернандеша? Фернандеш, так как и другие ребята, они очень важны И Фернандеш, это один из лидеров наших, который прекрасно провел прошлый год, набрал хорошие кондиции в этом году Он в высшей степени профессионал по всем как жизненным и футбольным моментам, поэтому мы очень надеемся на него, что для него будет супер мотивация завтра Это дало предыдущем матче большие плоды, в первую очередь мы три очка завоевали И важные Вообще, это нашей команде присуще Такая игра Алексею тоже ничего необычного не было Больше был нацелен на атаку, так же и завтра будем просить его, чтобы он выполнял такую же роль Как это получится с Ростовом, на мой взгляд, все получилось хорошо Спорту поговорим после игры На самом деле, тут уже в зависимости от ситуации, если такая ситуация, что надо сыграть в нападении Безусловно, главное играть в игре И не важно, на какой позиции Мы уже привыкли, можем и меняться позициями с братом, и ману где-то заменить Ну, такая ротация у нас идет Поэтому, конечно же, больше матч играю под нападающим Привычнее Нападение, понял И после этой игры, что надо много толкаться и бороться Потому что, реально, пришел после игры, начало болеть все тело Ну, там просто такие свои нюансы в игре уже, которых не видно Поэтому нападающим очень тяжело, на самом деле Но, главное, выиграли и идем дальше Кто завтра точно не сыграет и определились вы уже со стартовым составом на игру? Нет, еще не определились по составу, потому что не определились, кто сможет сыграть, а кто не сможет Есть травмирные игроки, которые под вопросом стадии уже близкого выздоровления Но, не знаю, завтра решим Юрий Павлович, в этом сезоне команду поддерживает, особенно на матчах Лиги Чемпионов Не только Южная трибуна, но и Западная, и Восточная подключаются Насколько это приятно, когда именно весь стадион гонит команду вперед? И чувствуете ли вы дух возвращения болельщиков именно от того чемпионского локомотива Который был несколькими годами ранее, 14 годами ранее? Болельщики – это одни из главных действующих лиц на футболе Когда полный стадион – другая мотивация игроков, другое настроение Завтра мы хотим, чтобы этот стадион был полный, чтобы они нас поддержали Это очень и очень важно Это мы все понимаем, и игроки, и тренеры Спасибо всем болельщикам, кто приходит, кто поддерживает И, конечно же, ждем всех завтра И будем вместе побеждать Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова